Это Атаман, Атаманушка, это Атаман, Атаман Говорит и показывает Атаман. Новости В Северском районе 270 детей ждет путевки в детский сад. Задачу, поставленную президентом, ликвидировать очередь в дошкольное учреждение, район выполняет. Строятся новые сады, добавляются группы и обустраиваются помещения в уже работающих учреждениях. Вопрос устройства дошколят находится под постоянным контролем главы района. Он лично выезжает на объекты, чтобы проверить, как идет строительство. Здесь особенно важно сделать работу качественно и в срок. Надо будет отсыпать эту дорогу. Я вам дам щебень. Мы сейчас по грязи шли, это не пойдет. Все равно не все пойдут оттуда. Две новые группы скоро откроют свои двери для 60 ребятишек станицы Калужской. За счет средств муниципального бюджета было выделено свыше 4 миллионов только на ремонт. В результате проведения этих ремонтов были обустроены две игровые площадки, теневые навесы, для того, чтобы могли дети в летний период и вообще в любое время года выходить на улицу на прогулки. У нас обустроены игровые комнаты, проведены работы по обустройству санитарных комнат для детей двух групп. На сегодняшний день уже проведено даже комплектование и в данное время родители 60 малышей получают путевки в многофункциональных центрах. В дальнейшем они пройдут медицинскую комиссию, придут к нам в школу, будут зачислены в дошкольные группы и мы планируем к началу февраля эти группы уже открыть. Но открыть детский сад – это только начало. Нужно, чтобы маленьким хозяевам стало в нем комфортно и интересно. А для этого необходимо приобрести качественную и безопасную мебель, сантехнику, предметы гигиены, игровое оборудование. Уже все закомплектовали, все разложили. В принципе, групповые наши готовы. Задача, поставленная президентом – снять нуждаемость в детских садах в Северском районе, выполняется. Новые дошкольные учреждения открываются регулярно. И эта работа требует четкого взаимодействия структур власти и управления, муниципального и регионального уровней. Долго мы с вами обсуждаем этот вопрос, на протяжении многих лет. Но вот нашли мы возможность, нашли средства и сделали то, что вы видите. Потому что самое главное в нашей жизни – что? Дети. Поэтому и вам счастье, и вашим детям счастье, чтобы здесь было им комфортно, чтобы здесь с любовью к ним относились, чтобы они жили в этом красивом домике и ни в чем не нуждались. Кирилл Колодкин, Андрей Вискушенко, Алексей Концесвитний. Телерадиокомпания «Атаман». В четверг на ледовой арене клуба «Северские волки» состояла церемония открытия хоккейного турнира «Зимний кубок». С напутственным словом к будущим чемпионам обратился начальник районного управления по физической культуре и спорту Сергей Клименко. Он пожелал ребятам достигнуть высоких побед и достойно войти в сборную России. Примечательно, что хоккейному клубу «Северского района» нет равных среди детского хоккея на территории Краснодарского края. Клуб «Северские волки» – своеобразный знак качества и талон спортивного достижения, некий пьедестал, побывать на котором стремятся чуть ли не все мальчишки не только нашего района. История «Северской хоккейной команды» началась 6 лет назад. Именно тогда появилась первая группа ребят, которых учили стоять на коньках и обращаться с клюшкой. У клуба «Северские волки» созданы все необходимые условия для тренировочного процесса хоккеистов. Тренировки и игры проводятся в ледовом дворце с круглогодичным катком с настоящим ледовым покрытием. Хоккейный клуб «Северские волки» образован в 2012 году нашей создательницей Папандопола Марии Николаевны. Это моя мама. К сожалению, она ушла от нас. Проводится турнир памяти и хоккейный клуб «Северские волки» – очень значимый хоккейный клуб для всего Краснодарского края. Значимость хоккейного клуба «Северские волки» для развития кубанского хоккея очень велика. Хотим создать большую хоккейную академию. Мы к этому идем. Мы сотрудничаем тесно с властями нашими местными Северского района. Они нам очень сильно помогают. Именно в школу образовательную нам предоставляют. Спортивные классы для нас открыли в БОУ «СОЖ-59». То есть помощь идет. Мы стараемся развиваться. И в дальнейшем хотим создать большую хоккейную академию. Такую, как, возможно, у футбольного клуба «Краснодар». 25 января Православная Церковь чтит память мученице Татьяны. Святая мученица издавна считается покровительницей учащейся молодежи. Недаром в этот день празднуется и День студентов. В этот день в Северском Доме культуры для всех студентов нашего района состоялась праздничная тематическая программа. На мероприятии торжественно поздравили студентов и преподавателей, у которых именины совпадают с этим днем. Полный зал улыбок и хорошего настроения – залог учебы не в тягость, а в радость. То самое чувство, когда ты кручу всех, то самое чувство, когда ты на дуне. Корни праздника уходят глубоко в историю. Он тесно связан с возникновением Московского университета. Эту инициативу графа Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова одобрила императрица Елизавета, подписав указ об основании университета. Этот указ в 1755 году стал подарком в день именин матери графа Шувалова, которую звали Татьяна. Сегодня день студентов и день Татьяны неразрывный, как и прежде. В силу характера студентов отмечается этот день весело, шумно и массово. В этот день всегда празднично настроены. В них задор, молодость, красота. И тогда сам чувствуешь рядом с ними себя молодым. Преподаватели вспоминают золотые годы молодости, а студенты строят планы на будущее. В будущем я хотел бы, конечно, пойти по своей профессии дальше. То есть я сейчас учусь на педагога режиссура актерского. Но я хотел бы пойти на актера, закончить актерское, дальше быть актером. Если повезет, то певцом. Татьянин день – праздник молодости, праздник всех тех, кто хранит в душе огонь творчества, жажду знаний, поиска и открытий. Дайте нам выбор всего лишь один. Мы ведь студенты, студенты, студенты.